добрый день любители вышивки рукоделия меня зовут марьяна и я рада вас приветствовать на своем канале сегодня у меня видео о законченном процессе который называется подсолнухи и эта схема от ольги ланкевич группа вконтакте и в инстаграм называется парадайз стич так вот так выглядит групп на группа так вот отсвечивает парадайз стич такой вот значок вот название парадайз автор стичь в авторские схемы ольги ланкевич я немножко там отражаться вот ну ладно что поделаешь теперь вот такой дизайн я у не покупала летом 30 июня оказывается я купила этот дизайн он только-только появился я его купила и сразу начала именно в этот же день прям вечер в ночь вернее не начала в этот в этот же вечер там уже было поздно после 10 вечера я начала собирать нитки и на следующий день их развесила на органайзер нарезала развесила такой у меня был органайзер нет на тот момент это был дубкой она все на дубку потом уже мне дочь купила в леонардом здесь уменьшить такой чехол нитки ой нитки вот такую штуку это дно для корзинок размером 30 сантиметров здесь получается так 72 дырочки 72 дырочки здесь то есть можно на 72 цвета здесь можно организовать да конечно он громоздкий немножко неудобный но то что здесь все сразу было мне это понравилось не хотелось на два органайзера все это распихивать вот такого вот чтобы у меня там например хотя бы на 60 органайзер дырочек мне не было вот поэтому я взяла такой здесь у меня я сама уже оформила все он просто вот такой фанерный здесь у меня вот как раз таки остались остались наклеены бирочки здесь подписаны цвета ниток но это но вообще я организовывала вышивала по стичь саги и организовывала все по номерации не так проще все-таки 123 чем искать цвета не тогда по цветам где они находятся вот а это вот просто для того чтобы сейчас не сличать с каждой бобинкой какой цвет а просто перемотать нитки на бобинки именно сюда так сейчас я наверное уберу всю декорацию и покажу вам процесс свой как что у меня получилось в итоге им дальше буду уже рассказывать так как я вышивала на чем и что вот что у меня получилось в результате всего этого эксперимента почему эксперимент ну потому что дальше я сейчас расскажу так вышивала я значит начала 3 30 так не 30 июня уже на следующий день вышивку начала здесь у меня посаде так идет где-то примерно вышла ну два не 24 тут где-то я примерно прикинула 20 скажем так ну 8 плюс минус там не вот потому что здесь я загрузила уже сагу именно этого сюжета 22 сентября до этого у меня на телефоне была сага с телефона вышивала но там только данные по август так как я там немножко рассказывал как-то из своих видео вышивальных перезагрузку дело телефона и сагу мне там слетела весь прогресс вот поэтому точную дату я вот могу сказать где-то начало июля до я начала примерно вот 30 я купила схему и вот но в эти дни я как раз и начинала на следующий день это вот был прям любовь с первого взгляда хочу не могу и прямо сейчас начну вне каких-либо планов вне всего и осноса но в тот момент у меня вот с основой немножко было у меня была равномерка примерно наверное нужного размера но я почему-то не захотел на равномерке вышивать потому что мне хотелось сделать все-таки нормальную разметку и тут полная зашивка и поэтому я как-то в этом надобности не увидела насчет равномерки хотя здесь значит есть у нас в схеме помимо всего есть четверть крестики значит вышивается на кресту четверть крестики полукрест в две нити в одну не здесь вообще него ничего но четверть крестики здесь есть они вышиваются вот здесь вот на ягодки на ягодках это красная смородина тут есть по моему дано птички немножко и вот здесь вот где замок вот они четверть крестики совсем чуть-чуть и ради этого я не стала брать равномерку там ради нескольких четверть или понимаю если бы их там много было то тогда бы было хорошо сама ольга предлагает основу нескольких предлагала в этой схеме цветов как белая там так голубая бежевая вот я вообще хотела взять бежевую бежевая основа у меня вообще не было кроме как вот именно белорусская равномерка 30 30 каунта но мне вот охота было именно на 14 отдыхалочкой такой сделать этот процесс вот и поэтому я все-таки нашла вот такой цвет аида гамма 50 по моему на 50 у меня был кусок у меня был бежевый кусок можно было конечно его взять там бы прям вот ну вот вот такие вот отступы были бы и все можно было его взять я что-то побоялась мне показалось не хватит совсем маленькие отступы но вот поэтому а вот в этом 50 на 50 посмотрите сколько запасу у не осталось лишнего я так сказать можно было да но в принципе вот эта основа у меня долго лежала так что мне ее не жалко или что цвет я нам не сказал оливковый цвет это вот мне хотелось конечно на бежевом потому что именно вот просвечивает сквозь вот эти вот полукрестики цвет особенно бежим не кажется и придает особую такую как бы доскам можно сказать обшарпанность старину вот но что я заметила после стирки после стирки у меня странность с этой основой здесь мало того что она как бы она у меня была почему она вот здесь грязная я не поняла я все порошком стирала все знаете она у меня была подвернута одет чехол вот потом после стирки я заметила здесь так у нас там снег с крыши падает здесь подтеки какие-то на этой основе как вот получается винтажный мог а вот ежи типа такие вот равномерка ну винтажные вот что оливка что лет я не знаю что это такое значит дефект канвы какой-то окраска начала линять таким образом да но он в целом мне вот это вот все вокруг не надо мне нужен вот этот рисунок он нормальный все нормально получилось но и основа конечно не мягкая такая одну как я вообще не люблю именно если аида то пусть она будет уж лучше жесткой вот такой казус с основой бывает если вы вот гамму берете цветную мне кажется лучше все таки и и она все равно останется жесткой но передам если не полная зашивка то лучше ее постернуть посмотреть что получится вот она может быть вот такие казусы выдавать может просто вот если например кремовая она может просто высветлиться потом стать вообще светлой и получится не тот эффект который вы ожидали вот это меня конечно немножко подвело ну ладно я не буду так чтобы у меня отступы какие-то были при оформлении про оформление пока я не думала но кое-что если пока обдумываю но это не скоро будет еще ладно про оформление потом размер этой работы 140 на 140 так сама вообще схема по-моему дает 140 на 140 если не ошибаюсь но у меня в саге 160 на 160 получается размер готовой работы должен быть 25 с половиной 25 и четыре десятых на вот смотрите сетка схема вышивки 140 на 140 вот размеры ее реальные и что хочу сказать что размер я не знаю почему до стирки был вот вот здесь 26 с половиной сейчас 26 а здесь 25 там тоже немножечко с копейками но стал 25 вот здесь сейчас то есть 25 на 26 то есть он не ровный круг а вот какой-то немножко как эллипс что ли какой-то овал что-то такое получилось то есть 25 на 25 не вышло у меня не знаю почему из-за основы что ли потом расположение здесь основы вот она усадку-то и дала в эту сторону больше да значит надо было немножко вот так располагать ну ладно это не важно вот в целом что хочу сказать по схеме что вышивка легкая никаких сложностей здесь ничего нету просто вот иди и на самом деле отдыхал очка я начинала снизу и брала вот сначала лейку вот в один цвет беру выключаю значит на саге ненужные цвета вышиваю этот свет вот мне как на пяльцах было доску до скальки до каких пор то я до таких и вышивала каждый цвет брала и вышивала потихоньку но уже здесь вот когда вышивала подсолнух сначала вышила потом уже вверх пошла уже немножко неудобно было вот вот так же как также здесь полукрест в основном идет здесь вокруг идет полукрест так что это ускоряет процесс вышивки процесс работы вот поэтому за счет полукреста работа идет быстрее причем здесь конечно же полукрест идет цветовыми пятнами сами можете видеть так держу и не заметил даже передвинул цветовыми пятнами так вот например посмотрите вот кусочек вода вот такими вот пятнышками здесь вот все идет да тут есть как бы несколько цветов подсолнухов ну чтобы подсолнухах немножко тут есть разные на бешеные цвета но их так немного вообще никакой сложности вышивки этого сюжета я не не обнаружила очень легкий простой к нему парные есть несколько сюжетов тоже круглые там можно выбрать если хотите посмотрите я к нему купила парный тоже осенний сюжет ну такой как бы летний уже более даже вернее я купила к нему осенний сюжет с тыквами следующий парный как я посчитала там были еще такие летние как сапогами что-то но к сожалению он мне не понравился сейчас попробую до что-то не на планшете действительно все отсвечивает вот такой вот с тыковками вот я его наверное на следующий год к осени планирую тоже повышевать я на я думаю там тоже по моему здесь вот было сейчас скажу сколько цветов там по он тоже 58 что ли где-то вот ну и тут там в той схеме два новых цвета один и два по моему от димси идут вот так в общем схема это дается в номерах димси вот но так как у меня вот на тот момент у меня нет полной палитры димси там какие-то есть цвета какие-то я не помню сколько там их штук у меня полная палитра с х с было и как какая-то часть ниток роял тоже я заказывала на процессы то что осталось вот поэтому я решила сделать сборную такую солянку из всяких ниток набрала все что было что можно было заменить не какие у меня были димси димси взяла какие у меня были там можно было рояль но все остальное дополнила с х с в схеме 58 цветов там в тыквах я тоже сейчас скажу сколько там цветов тоже ожидается да там тоже такой же размер работы будет и 53 цвета хочу тоже к ним купить не знаю либо такую же аиду взять цвета либо все-таки бежевую вот там можно и голубую взять любую любой цвет основы мне кажется здесь будет смотреться неплохо вот здесь в общем 58 цветов поэтому я и покупала такой большой диск для органайзера в принципе из них можно даже органайзеры так для тех кто многоцветки вышивает какой-нибудь соорудить дырять д дырочку до круглой крутящийся все на стойку сделать это можно если хотите но мне этого не нужно было я тут сшила вот так такой чехол кругленький для именно для этого органайзера чтобы прятать нитки чтобы они не болтались и махратились и все-таки здесь гладенькая основа здесь надо будет немножко вот эту основу подкар покрасить хотя покрыть лаком чтобы она вот и не цепляла нитки если вот кто вдруг тоже захочет размеры там в леонардо например таких да и есть в интернет магазинах я покупала тоже подобные штуки разные этого 30 сантиметров диск есть 25 есть поменьше есть самый маленький у меня даже тоже есть такие же вот и нитки нитки конечно нарезать на такой процесс да вообще вот нарезка нити занимает длительное время пришлось постоять я просто даже устала организовала все вот здесь у меня все в этой коробчонки это коробочка моя такая тоже переделаны из детского детская детская игрушка была здесь кубики вот я здесь вставила вот эту планочку приклеила ее покрасила все оформила теперь это у меня для процессов шкатулка единственное что не закроешь крышку когда вот так стоят там все бобинки их надо вот так класть но так немножко неудобно и только по цветам чтобы если видеть а номера так вот вот так если просто смотреть вот так все это организовала сюда нарезала нитки ну где-то по две-три по два-три наверное таких ниточек некоторых ушло прям много до до конца некоторых которые нарезала все нет и некоторых 40 уже не подрезала все тетельку в тетельку ушло некоторых совсем чуть-чуть нужно было там буквально несколько ниточек но некоторые да я на дорезала уже вот этот розовый вообще чуть-чуть совсем одну ниточку надо если будете нарезать одну ниточку совсем то что тут совсем чуть-чуть идет нитный цвет этот так же как и вот эти вот красненькие тоже совсем совсем немного больше немного желтых зеленых на большая часть конечно синие и по моему что-то серого от побольше уходило вот вот таким образом у меня все было организовано для этого процесса вот ну конечно я мечтаю оформить это все естественно круглую рамку когда будет возможность такая представится наверное нескольких стран на нескольких страниц я не знаю как там инстаграм-группа или что есть производители которые производят именно круглые рамки можно у них заказать в общем но пока пусть повисит так как есть вот это это леечка и мы называли между собой мои подписчики написали мне и леечка название и подсолнухи вот да ну тут можно так и назвать и подсолнухи леечка и даже маленький воробушек тут есть вот все стоит где-то возле кладовки видно которая закрыта на старый ржавый замок вот вот такой сюжет у меня завершает осень осень можно сказать я не могу сказать что он осенний конечно сюжет потому что все таки ну подсолнухи так смотря как вы посадите конечно не могут и в июле зацвести если декоративно в конце августа но вообще конечно если поздно посадили у меня вот в этом году поздно цвили ну конечно если их сажать рано то они цветут и в июле чтобы уже вызрели это вообще нормально конечно и тем более что здесь ягода красной смородины естественно это и июль вот хотя вот почему-то не знаю почему кажется что это такой вот может из-за того из-за цветов какой-то осенний сюжет вот но у меня этот сюжет завершает осень потому что сейчас конец ноября зак закончила этот сюжет 26 ноября хотя у меня тут стоит 27 но в ночь на 27 там чуть-чуть доделывала 27 ночи уже до час я потом правда не сидел до часу там больше всего любовал сфотографировала его вот так что 26 ноября я закончила этот сюжет летний и завершила этим наверное летний осенний сезон но вот эту схему я купила как раз за 200 рублей как она только там по предзаказу вот сейчас она 400 вот я вам сейчас поближе покажу все крестики так фокус вот так вот они крестики полукрестики здесь четверть крестики смотрите держать большой большой объем ткани не очень удобно держать вот так ну чтож у меня все я по моему все рассказала что знала про этот сюжет все рассказала как я вышивала организовывала а вот мне остается поблагодарить вас за внимание спасибо всем за ваше внимание спасибо за ваш просмотр за ваши комментарии лайки и дизлайки ну а мы с вами встретимся в следующем видео всем пока а и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон